Друзья, сегодня у нас в гостях веселая, энергийная, креативная молодь. Люди, которые ведут надзвичайно активный способ жизни. Встречайте, пожалуйста, к танцевальной коллективу в Гарли. Привет, ребята. Привет. Ребята, расскажите немного о своем клубе. Чем вы уникальны, чем вы отличаетесь от других, чем ваша изюминка. И, насколько я вижу, одно из ваших изюминок есть сегодняшняя презентация о ваших кубках. И самый огромный ваш кубок. Да, я так вижу. Расскажите немного об этом. Сразу столько много вопросов. Давайте, наверное, поэтапно. Танцевальный клуб Гарли существует с 2009 года. На данный момент это 4 танцевальные студии в разных районах, где занимается порядка 200 детей, взрослых человек, в общем-то, танцоров, учащихся. В чем наша изюминка? Да, наверное, в том, что основной тренерский состав – это все ученики, это все те, кто начинали, те люди, которые болеют действительно своим делом. Вот один из представителей – наш главный тренер Елена Сергеевна. Одна из изюминок нашего коллектива – это пополнение в тренерском составе. Я хочу представить тренера по паппингу Ольшанского Валентина, всем известного как Муравей. Я думаю, что он о себе сам расскажет. Да, всем добрый вечер. Хочу рассказать о таком стиле, который я буду представлять в танцевальном клубе «Гарлем». Этот стиль называется «паппинг». Возник он в конце 70-х годов в Соединенных Штатах Америки. Стиль, который применяется практически во всех хореографических постановках. Или какие-то его подстилы. Начинаю тренировать и хочу больше расширить кругозор людей, которые занимаются танцами, ну и вообще, которые интересуются, которым интересно, которым нравится, когда люди хорошо двигаются в музыку. То есть, когда они, как бы танцуя, раскрывают свою душу. Рассказывают свою историю какую-то. Да, показать. Ну, просто в Николаеве не очень развито это все. Допустим, даже взять Украину. И хотелось бы, чтобы люди начинали двигаться в этом направлении, как-то развиваться именно в этом стиле. Мне очень хотелось, чтобы люди как-то начали передавать то, что свои эмоции, что они чувствуют в этом стиле. Да, будем надеяться, что у вас все это получится. Да, я очень надеюсь. Да, очень это необходимо. Скажите, вот вы же наверняка ездите на всякие различные турниры, соревнования. Можете бы подробнее рассказать? И вот какой был последний, и вот, наверное, он чем-то, может быть, особенным запомнился для вас? Лена, наверное, расскажи за олимпиаду танцевальную, собственно говоря, с которой привезли наш самолет. Да, у нас каждый год проходит олимпиада в городе Тернополь. Это очень масштабные соревнования, которые, да, приезжают миллион участников с разных городов, и в которых есть участие как поодиночке, как в дуэтах, так и в командной деятельности. Мы ездили большой нашей тусовкой и родителей, и детей, как бы, и участвовали в этих соревнованиях. И вот мы привезли такого... Гран-при. Гран-при, да, то есть нашего коллектива. Для нас это очень, да, там, круто. В первую очередь, во вторую очередь, то, что нас было много. Были не только мы участники, были наши родители, как бы, была наша поддержка. И поэтому, как бы, это наша гордость такая большая, нашего танцевального клуба. Да, что как результативная, самая результативная и самая большая масштабная команда. Вот, завоевали такой кубок, и я думаю, что, во всяком случае, в городе Николаево-Современников такой красоты нет. Мы этим очень гордимся. Он внушает своими размерами. Спасибо организатору олимпиады за красивую наградную продукцию. Ребята, вот расскажите, как к вам попасть? И правда ли, что детей можно, например, приводить на танцы, либо это только с сентября месяца, либо только с начала нового года? То есть как? Либо можно в середине года? Можно всегда их приводить. Пусть приходят по улицам, не ходят по улицам, не шляются, приходите. У нас набор идет. Набор у нас идет? Да. То есть начинается с сентября месяца, но идет, в принципе, в течение всего года. Мы можем где-то организовать какие-то дополнительные занятия, чтобы ребенок втянулся, чтобы было комфортно в группе, да, если, допустим, он пришел в середине сезона. Так всегда стараемся найти максимальный подход в любое время года, в общем-то, и для того, чтобы всем, кто к нам приходит, было комфортно, хорошо, уютно, и ребенок получал знания, родители были довольны, в общем-то. Так что это неправда. Приводите в течение всего года. Класс, здорово. Скажите, а вы проводите какие-нибудь танцевальные мастер-классы? Мы открытые проводим тренировки. Это у нас, да, например, был день открытых дверей. Вот мы проводили для тех, которые хотели не только к нам записаться, да, а прийти и посмотреть. Так же самое мы проводим открытые тренировки на базе магазина Adidas. Там могут приходить дети заниматься любого возраста, как бы, в принципе. Все, кто хотят заниматься, попробуют заниматься танцами. Или могут прийти, попробовать, понять. Да, мы сейчас в течение двух месяцев, собственно говоря, с ребятами, с управляющими магазина проводим вот такое мероприятие каждый четверг с трех до четырех на Советской. Поэтому приходите, милости просим. Лена проведет для вас мастер-класс по хит-хопу. Здорово. А есть ли у вас так называемые отчетники, где вы показываете свою работу, проделанную, например, за год, за полгода? Каждые полгода приблизительно стараемся. Но если, допустим, под Новый год это более такое внутриклубное мероприятие для начинающих танцоров, они показывают нам, они показывают родителям, родственникам, даже чему они научили за несколько месяцев. Мы стараемся их наградить, поздравить с наступающими праздниками. И конец танцевального сезона, это конец июня, вот так вот, да, лето. Мы едем всей командой на несколько дней в Коблио, мы отдыхаем, в общем-то загораем, да. Отдыхают родители вместе с нами, это огромное количество человек. В прошлом году было 300-400, наверное, вот так вот с родителями, со всеми, потому что все знают, все готовятся, все едут. Все заранее. Да, и параллельно с этим проходят соревнования, где дети, в общем-то говоря, завершают свой танцевальный сезон результатом, и мы их спокойно отпускаем на летние канюкулы. А таким самым масштабом, наверное, это было пятилетие коллектива, которое проходило в концерт-холле «Юность». Вот, конечно, старались сделать все по максимуму. Был и бренд «Волк», где могли пофотографироваться все, кто хочет, и шарики с логотипом коллектива. В принципе, был забит весь зал, мы не ожидали, что вот настолько, настолько круто это получится. Я думаю, что результат дал свои плоды на следующий танцевальный сезон. Вы основательно так готовились к этому. Да, мы готовились достаточно долго, практически в течение всего сезона. Здорово, ну вы большие молодцы, это явно видно, вы стараетесь, и вы создаете все условия для того, чтобы дети в вашем коллективе, я думаю, были счастливы. И вот вы говорили, что у вас очень большая танцевальная семья, как от маленьких, так и до взрослых. И я уверена, что работа с малышами чем-то отличается от работы со взрослыми. Вот хотелось бы узнать, чем. Отличается однозначно. Есть в каждой возрастной категории свои плюсы, свои минусы. Детки, они очень, они дети, они настоящие, они непосредственно, они на каждой тренировке могут рассказывать тебе, что мама что-то им новое купила или папа, вот, что они вчера ездили к бабушке, или что у него вчера был день рождения. Работать, да, с одной стороны сложно, потому что нужно настроить ребенка на работу, да. Лена у нас в этом году работает уже с детской группой, 4-6 лет. Они рассказывают очень много интересных, очень много сказок, они ее очень любят, потому что Лена у нас такой добрый преподаватель с детками. Вот самое трудное это настроить. Это настроить на рабочую атмосферу и сделать так, опять-таки, чтобы ребенку было интересно. Когда они понимают, о чем речь, когда они выходят несколько раз на танцпол, там уже, как говорится, у нас процесс пошел. Вот, и все, и это все. Они сразу становятся взрослые. Да, пусть они и маленькие, да, там им до 6 лет, но когда они выходят на площадку, они четко понимают, что они должны отработать, да, там, сольную свою какую-то композицию. То есть поработать с судьями, ну, как бы, они становятся на площадке просто на год-два взрослее. Потому что для них награды, да, там, для нас уже взрослых, ну, там, награды круто, да, там, ну, как бы, да. А для детей это, ну, это такая награда, которую они, ну, попотели очень сильно, чтобы ее получить. То есть много ушло сил, времени, ну, как бы, то есть для этого они очень сильно стараются. Поэтому на площадке они всегда выжимают по максимуму. Ну, и поэтому, как бы, вот все, что мы имеем, да, это, как бы, все благодаря им в первую очередь. А еще очень круто, когда такая категория выходит в круги, именно на уличные мероприятия, на баттлы, на джемы и качают. Они качают, они делают всевозможные элементы, особенно все, что касается портера на полу, в общем-то, когда девчонки. И вот это, это за этим очень круто наблюдать, потому что даже для нас многие какие-то выходы становятся новинками. Потому как на соревнованиях мы знаем, что они будут танцевать, а когда они входят в круг... Показывают свой истинный стиль, да. Да, они, у них адреналин, у всех лопают, им это нравится. И они, конечно, вот просто превращаются в таких юных хопперов. Ну, это нереально круто смотреть на детей. Вы вдохновляетесь, наверное, этим, да? Конечно. А чем вы еще вдохновляетесь? Где вы черпаете вдохновение? Давай я с тебя начнем. Ну, знаете, можно по-разному, допустим, даже от природы какой-то там, от гор, черпать свое вдохновение. Ну, от красоты природы, допустим, я беру свое вдохновение. Здорово. Вот советую всем там посетить Карпаты. Дорога, брат, там очень круто. Да, там красиво. В последний раз очень красиво, да. Ну, и вообще, если взять именем танец сам технический, то есть очень много танцоров мировых, которые тоже вдохновляют. Вот их видео, допустим, очень. Или мастер-классы, да? Да, или классы, да, которые проводят, когда тебе объясняют не только там движение, а когда чувство музыки, ритма. Вот, это очень вдохновляет, и потом ты просто как заводной начинаешь тренироваться. Здорово, девчонки, а вы где черпаете вдохновение? Ну, у меня, наверное, более приземленное, в общем-то, вдохновение, потому что физически не хватает сил на то, чтобы выбраться куда-то, кроме июля месяца. Вот это единственный, самый волшебный месяц отпуска. Да, вот, опять-таки, на тех же мероприятиях, когда видишь результат своей работы, понимаешь, что ты не зря занимаешься всем, чем занимаешься, не зря ты не спишь ночами, не зря, я не знаю, сходишь с ума, иногда родители на тебя смотрят как на сумасшедшего, потому что они думают, о, боже мой, что вы в очередной раз придумали. Вот, когда результат, когда результат налицо, вот это и есть, наверное, вдохновение для дальнейшей работы. Ну, я, наверное, вдохновляюсь всегда, ну, вот, да, например, уже сколько времени, Юлия Сергеевна, я думаю, она знает, и от того, что я, наверное, выхожу на площадку. То есть мне не важно, будет мне 20-30, ну, как бы, то есть мне возраст всегда не важно было, да, то есть я танцую, да, танцую, живу от того и, да, кайфую в первую очередь от того, что я выхожу на площадку. То есть меня видят, да, то есть и те же родители, и как бы все остальные, и, наверное, я там себя могу так раскрыть, в принципе, какая я есть на самом деле. Прокачиваешься атмосферой, да? Да, просто сама атмосфера, да, и от того, что ты приезжаешь на соревнования, да, и ты видишь тоже танцоров, от которых ты тоже что-то пытаешься постоянно, да, там, черпнуть у них что-то, какой-то опыт взять себе. Поэтому, ну, как бы, наверное, вот от этого ты начинаешь так вдохновляться еще больше. То есть, да, когда ты, получается, выходишь на сцену, либо выходишь там в круг танцевать, или там просто танцуешь, и люди, которые на тебя смотрят, начинают какие-то эмоции выдавать, ну, то есть он там улыбнулся, там, все, тогда ты смотришь, и, ну, тебя это... Контакт, пошел контакт, да, да, да. Контакт, это тебя вот, Саш, распирает, ты еще хочешь лучше сделать, лучше станцевать, и это идет как, ну, развитие в этом. То есть ты хочешь еще что-то придумать, что-то лучше делать, там, какой-то фристайл сумасшедший, чтобы люди еще больше, ну... Эмоционально реагировали. Да, реагировали. Это очень важно, потому что, ну, это эмоции, передача, это общение, то есть танцы. Здорово. Ну, ребята еще помимо всего нашего разговора приготовили для нас небольшой творческий сюрприз. Так что прошу, танцбол в вашем распоряжении. Окей. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА